Тепло в домах. О готовности республики к осенне-зимнему сезону говорили сегодня сразу на двух совещаниях. У главы Чувашии на еженедельном совещании в столичной администрации. Отопительный сезон в республике набирает обороты. Сейчас температура воздуха держится ниже положенной отметки в 5 градусов. Но большинство муниципалитетов начали подавать тепло в больницы, школы и детские сады, не дожидаясь холодов. Одним из первых начали подавать тепло на объекты социальной сферы это в Аликском районе, Красноармейском, Маргарском, Урмарском, Цивильском и Янтикских районах и городе Чебоксары. Близки к завершению работы в Шумуршинском и Брестинском и городе Чебоксарах и в Урмарском районе. Также незавершенным остается мероприятие подачи тепла на объекты в 10 муниципальных образованиях. Основной пуск тепла будет произведен в период со 2 по 3 октября. Если большинство социальных объектов тепло уже получили, то в ряде школ отопительный сезон пришлось перенести где-то на 3 дня, а где-то на неделю. В частности в Канажском районе одна школа, Табурдановская, там не получают пока, там подключат, завершат ремонтные работы 7 октября и сразу подключат. И у нас Шумуршинский район, там Юмонайская средняя школа имени Архипова, они получат 10 октября. Там есть у нас задолженность поселения и этот вопрос решается. Когда именно начать отопительный сезон в муниципалитете решают руководители администрации. Только после подписания их распоряжения запускают тепло в жилые дома. Полностью запустили дома в тепло в Альковском районе, Ибресинском, Маргаушском, Урмарском, Шумуршинском, Ядрецком и Яльчевском районе. По Алатариуму у нас сегодня в принципе должен быть разрешен вопрос получения разрешения межрегион газа и в принципе пуск тепла будет обеспечен. Не просто обстоят дела в городе Шумерля. В правительстве республики проблемные вопросы держат на контроле. Отопительный сезон в этом муниципалитете должен начаться в ближайшие дни. Все вопросы по городу Шумерля там будут сняты соответственно и в отопительный период войдем в нормативные сроки соответственно и обеспечим полностью теплом. В отдельных случаях на бумаге все хорошо, а по факту вот ситуация такой сталкиваемся. В отдельных муниципальных образованиях мы давали тепло по отдельным объектам, я помню, даже в ноябре месяце. Конечно, такого не должно быть. Вот касаясь года Шумерли, власть меняется, глава администрации, один, второй, команда формируется и никак ответственные решения не могут принимать. Подача тепла в жилые дома должна завершиться в ближайшие дни. Как продвигается эта работа, руководитель региональной жилищной инспекции каждый день будет докладывать главе республики. Дмитрий Ковалев и Александр Петров, Республика.